ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российский кабинет министров не собирается рассматривать возможность введения 50% скидки по транспортному налогу для законопослушных водителей. Инициатива была недавно озвучена в Госдуме. Предполагалось, что льгота будет касаться автовладельцев, которые в течение года не получали штрафов за нарушение ПДД. Чиновники же не увидели прямой связи между налоговым законодательством и поведением граждан за рулем. Автомобилисты в любом случае должны соблюдать ПДД, подчеркнули в правительстве. ТРАССА 101 На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, обязывающий владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности проходить регистрацию. Сделать это можно будет дистанционно, с помощью портала Госуслуг. Подробный порядок постановки СИМ на учет планируется внедрить отдельным постановлением правительства. Кроме того, в документе прописаны размеры штрафов за различные нарушения. Например, превышение скорости от 500 до 5000 рублей, непропуск пешехода от 1,5 до 2,5 тысяч, проезд по зебре 800 рублей, проезд на красный сигнал от 1 до 5 тысяч рублей. ТРАССА 101 Китайский Дунфен собирается продавать в России большой электрический внедорожник М-Хироу. Машина весьма напоминает знаменитый Хаммер. Она оснащена четырьмя электрическими моторами, которые выдают в общей сложности почти 1100 лошадиных сил. При весе авто более трех тонн на разгон до сотни уходит около четырех секунд. Запас хода чуть более 500 километров. Интересно, что китаец имеет наружные громкоговорители, которые транслируют звук двигателя внутреннего сгорания. О стоимости новинки пока информации нет. ТРАССА 101 Массово использовать электромобили в качестве такси в России пока не представляется возможным. Главное, что этому мешает, нехватка зарядных станций, высокая стоимость машин на электрической тяге и проблемы с их техническим обслуживанием. На это указали руководители более сотни таксопарков, опрошенных агентством «Автостад». Кроме того, предприниматели назвали такие недостатки зеленых авто, как ограниченный запас хода, дороговизна электроэнергии и неизвестный ресурс электрокаров. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101